В муниципалитете продолжается сбор и формирование гуманитарной помощи участникам специальной военной операции и жителям освобожденных территорий. Пункт приема в местном отделении партии «Единая Россия» заработал в начале сентября. Одну партию мы уже отправили. Сейчас мы готовимся к отправке второй партии. За этот месяц было собрано более пяти тонн гуманитарного груза. Мы собираем спальные мешки, обмундирование для военнослужащих, берцы, обувь. Все согласно погодным условиям. Впереди зима, очень холодно. Неравнодушные жители, сотрудники предприятий и организаций округа, бывшие участники боевых действий активно участвуют в сборе необходимых вещей. Председатель Совета сторонников «Единой России» и директор Центра «Дельфин» Гульнара Романадзе привезла около ста наборов индивидуального рациона питания – спальные мешки и туристические коврики. В сборе гуманитарной помощи участвовал весь коллектив, Центр «Дельфин» и видные развилки. И дети – это наши спортсмены, маленькие уже ребята, там 3, 4, 5, 7 класс, которые писали письма в поддержку наших ребят, наших воинов. Сторонники «Единой России» и активисты «Молодой гвардии» формируют коробки с товарами по разным позициям, упаковывают их и подписывают каждую. Одно из важных наименований формирования гуманитарного груза являются медикаменты. Жители формируют вот такие аптечки с медикаментами для оказания первой медицинской помощи. В каждой аптечке есть опись для удобства пользования. Учащиеся школ Ленинского городского округа также активно принимают участие в благотворительном мероприятии. Ребята пишут письма со словами поддержки защитникам Родины. В каждую коробку товаров и продуктов гуманитарной помощи мы складываем эти письма, чтобы они могли прочитать и чтобы они понимали, что их тут ждут и верят в самое лучшее. Весь собранный груз представители организации ветеранов боевое братство доставляют 42-й мотострелковой дивизии, над которой взял шефство муниципалитет. Дивизия насчитывает в своем составе около 12 тысяч ребят. Первый груз весом 15 тонн был отправлен на прошлой неделе. Сейчас формируется уже вторая партия. Присоединиться к акции может любой желающий. Пункт приема в отделении «Единой России» работает с понедельника по пятницу с 10 до 17 часов.